Приехали наконец ко мне семена орехов. Я заказал разные редкие растения, я очень хочу вырастить что-то такое необычное для своих, можно сказать, для потомков, для наших. Сейчас вам покажу, что я заказал и напоминаю, что мы находимся в Калужской области, но тем не менее я это все хочу попробовать вырастить здесь. Секвоя, голубая ель, ну голубая ель у нас растет, мне просто интересно вырастить ее из семечки, фисташка, потом вот кедр, грецкий орех, чилийский и грецкий орех великан, миндаль, ну фасоль это я просто себе оставил, хочу попробовать, постоянно ращу каждый год горох, а фасоль не пробовал. Белая и черная фасоль, посмотрим. Семена мне любезно предоставили питомникам орешка, вот здесь вот координаты питомника и я дополнительно оставлю координаты в описании к этому видео. Очень удобно, сидишь дома вечером, твой компьютер заказал и буквально через неделю на почту ко мне пришел заказ. Для проращивания орехов требуется стратификация, сейчас я буду изучать, что это такое стратификация. Мы эту процедуру проделаем и я просажу эти орехи по правилам. Ну а фасоль, я думаю, прорастет и так, сейчас у нас уже грядет потепление, поэтому посажу прям сразу в грядку. Изучил я вопрос стратификации в ютубе, вообще если что-то не знаешь, всегда можно, мне кажется, найти в ютубе практически ответ на любой вопрос, я сейчас этим пользуюсь. В двух словах объясню вам, что, как я понял, стратификацию. Это имитация для семечки выхода из зимы в весну. Соответственно, там существуют разные способы стратификации. Для себя я выбрал способ передержки семечки в холодильнике. То есть тут написано от 2 до 16 недель, у меня столько времени нет в 16 недель, у меня опять зима уже начнется в моей местности. Поэтому недели 3 я продержу и буду высаживать в грунт, где-то уже с 1 июня. Сейчас я достал контейнер и покажу вам, все подготовил, как я это буду делать. Итак, я подготовил вот такие 2 контейнера, чтобы положить в холодильник. Туда я буду помещать семена в ватных дисках. То есть можно в земле, можно в ватных дисках. Для меня проще ватных диск. И просто насчет земли, честно говоря, я не очень сильно уверен. У меня нету сейчас подкупной земли здесь. А если я буду брать просто с огорода, возможно, там какие-то будут негативные последствия, там плесни или что-то будет образовываться. Поэтому, мне кажется, еще и по этой причине ватные диски будут понадежнее. Самое главное – это подписывать, потому что потом не вспомнишь. Я знаю, по примеру, уже просто посадки даже растений своих. Я когда-то не подписывал, потом вообще не понимаешь, что там посажено вообще, что взошло. Ну, иногда ты понимаешь, но не всегда. Так, ну что, начнем с грецкого ореха. Они тут в каком-то субстракте поставляются. Грецкий орех. Его можно не подписывать, я так думаю. Мне кажется, что на грецкого ореха как раз надо было землю брать. Хотя, можно и обложить ватными тампонами. Сейчас я его обложу. Хорошо впитывают ватные тампоны. Так. Грецкий орех готов. Дальше. Миндаль. Я, наверное, поскольку у меня семян много, попробую сделать и так, и так посеять. Так. Миндаль готов. Так. Ну что, все готово. Теперь надо поставить в холодильник эти контейнеры. А вот эти два орешка будем сажать в грунт. Посмотрим, что из них выйдет и выйдет ли. Ну что, через три недели получается. Надо, кстати, не забыть подписать. Буду высаживать в грунт. Тоже покажу вам вообще, как они всходят и какой у меня урожай. Если он будет. Но я оптимист. Надеюсь, что все будет нормально. Итак, приступаем к посадке семян. Семену будет помогать его брат Даня. Ну и я тоже буду им помогать. Мне самому, если честно, очень интересно посмотреть, вырастет ли у нас грецкий орех и миндаль. Значит, пока дети несут горшки, я вам покажу. Я вам покажу, что мы сегодня будем сажать. Попробуем посадить по максимуму. Значит, напоминаю про спонсор нашего сегодняшнего выпуска. Это орешка-питомник. Вот координаты, я их также оставлю в описании к этому ролику. Они любезно предоставили нам семена. Так, для начала, дети, полностью поливаем все горшки, чтобы земля везде была мокрой. Так проще посажать. Можно снять футболку. О, все, это руси, это. Так, начинаем сажать. Сажать будете вы. Хорошо, что есть. Значит, я предлагаю начать посадку с крупненького, с интересного. Нет, не против. Угадайте, что это здесь у нас. Грецкий орех. Да, все правильно. Грецкий орех. А зачем вата? Это влажность, чтобы здесь была. Я сюда... Сажаем это в большую. В большую сажаем, да. Не-не-не, сперва ямку вынимай побольше. Вот, ну давай так. Нормально, да. А можно потом искупаться? Искупаться сейчас холодно будет, Семен. Да, нормально. Так, он здесь уже проросток даже какой-то есть. О, проросток. Так, получше сделайте ямку сперва, потому что, видите, у вас орешек и даже не засыпан. Чуть-чуть побольше засыпьте его. Я бы засыплю. Да, не так. Так нельзя. Берем еще горшки. Я засыпал. Так, что следует? Нет, то, что вы посадили, мы же, видите, сразу же забыли, что это грецкий орех. Итак, пока дети ушли, я тоже посажу, но посажу я фисташки, пожалуй. Так, фисташка есть. И посадим миндай. Вообще идея такая, посадить семена и как только они зайдут, высадить их в почву, чтобы они успели укорениться. После этого они смогут нормально перезимовать. Главное, это не только им прорасти, но еще пережить нашу зиму. Так, видите, горшки внутри у нас. Все равно земля сухая. Видишь, внутри, получается, сверху вы полили, а внутри она сухая. Надо еще лить воду, ждать, пока она впитается, и поливать еще. Зацените новую версию Альянтодора Семена. Зацените новую версию Альянтодора Семена. Добавил субтитры Семена. Альянтодор. Химба. Альянтодор. Гимба. Трумба. детям быстро наскучило сажать семена но они пошли играть на поле поэтому я решил один закончить это занятие решил посадить еще голубую ель и кедровый орех и так все мы посадили все семена теперь будем следить когда они прорастут я вам покажу я очень надеюсь что прорастут все хотя так не бывает вот так что подписывайтесь на канал для того чтобы не пропустить и увидеть результат наших трудов всем пока до встречи в новом видео